Ну что ж, дамы и господа, всем приветствуем к обычной Дмитро, и сегодня случится такой вот не совсем планировавшийся Блиц-обзор, то есть, что вижу, о том и говорю, по новёхонькой, вот сегодня вышедшей игре Age of Civilizations 2. Некий добрый меценат, пожелавший остаться анонимным, задонатил мне сегодня с утра 149 рублей, то есть, столько, сколько данная игруха стоит в Стиме, и попросил снять обзорчик на неё, вот, поучи и распишись, дорогой мой друг. Так вот, прежде чем приступить, хочу сказать, что я обозреваю версию на ПК, но целевая, основная аудитория данного продукта, это, скорее, мобильные геймеры, потому что под iOS, под Android, я так, подозреваю, версии тоже уже вышли. Так вот, это, грубо говоря, такие игры, парадокс на минималочках, для мобильного геймера, в принципе, самое, наверное, то. Вот, а для ПК, ну, наверное, для владельцев слабых ПК, где утюги 4, Европа 4, крестоносцы, всё такое, не идёт, и третьи части тоже не идут, а во вторые части играть не хочется. Вот, как-то, по-моему, так. Ладно, поехали. Сразу отдельный плюс за то, что есть редактор, то есть можно, я так полагаю, сделать сценарий своей мечты, либо же катать в заранее приготовленные сценарии. Есть ещё режим эпохи цивилизации, видимо, какая-то случайная вообще эпоха, либо заготовленная заранее. Так. Сейчас мы потопаем с вами к самой старой. Ага, всё. Вот, самая старая. Посмотрим, быстренько пробежимся по ним. Итак, эпоха, видимо, до Трёх царствий Китая, до Трёх царствия. Затем Трёх царствие, собственно, китайское. Затем сценарий Византийско-Сасанитской войны. Сценарий глобальный 1200 год. Сценарий 1440-го. Вот, я считаю, Европа Универсалис получилось. Четвёртое. Курлевство Полусское. Но о локализации я расскажу чётчику потом. Великое княйство. С этого угорать можно бесконечно. Сенгаку. Мне кажется, самый лучший сценарий, чтобы обучиться о замыгре, это Сенгаку. Американская гражданская война. То есть союз против КША. Вторая Бургская война. Война с Эмму. Даже такая вот забавная есть. Вторая мировая. Глобалочка такая, да? Вторая мировая. Что ещё? Есть футбольная война. Между Гондурасом и Сальвадором. Сценарий United States. Это типа штаты, что ли, куча на кучу. Движется. Сценарий Бразилия. То же самое. Штаты сражаются друг с другом. И сценарий современного мира. Только почему-то Ататюрк в современном мире сидит. Но турки, я думаю, будут рады по ушам. А у нас кто? А у нас никого. Хотя догадаться нетрудно, кто у нас бы вполне мог бы тут сидеть. И на всех дальнейших сценариях будущего тоже. Ну да, и ладно. О, пол-ша. Но это опять же, я немножко потом расскажу о локализации. Давай мы, наверное, во Вторую мировую войну быстренько забежим. И зайдём, допустим, за Третий Рех. Чтобы зайти за него, надо будет вот сюда кликнуть. Либо вот случайная цивилизация будет. Поехали. Можно ещё настройщики какие-то дополнительные сделать. Сложность средняя. Туман войны. Скорость игры. Заполнение какие-то. Такие разные масштаб карты. Игроков можно добавить. То есть, Хатсит, видимо, есть. Поехали. Ну, я один. Я проверять не буду. Всё, игрушка пошла. Вторая мировая война. 1 июня 1936 года. Сразу бросается в глаза, что... Ууу, какие шокалистые пиксели. Никаких спрайтов, войск, конечно же, тут нет. То есть, в твоём распоряжении голые цифры. Что это такое, не совсем понятно. Игра называет это военной мощью. То есть, сказать, что это тысячи человек. Или там десятки человек. Или это корпуса, взводы, роты. Хрен его поймёшь. Бегом быстренько посмотрим окна. Окно цивилизации. Общее. С рейтингами всякими разными уровнями технологий. И прочей всякой ерундой. Вот с виденными, например, о нашем альянсе. У нас Италия, сразу в союзе находится. Окно экономики, где можно настраивать налоги, товары для рост населения, закупать. Спонсировать исследования, поднимать экономику и военку. Очки движения. По-моему, это некоторый косяк перевода. Потому что, мне кажется, это скорее очки действия. Очки дипломатии. Понятное дело, это у нас для дипломатии. Вот, кстати, окошко дипломатии открылось. Ты можешь покинуть альянс, кстати, в оси. Освободить фасалку. Можно даже, типа, правительство поменять. Коммунизм привести к власти. Делать мы этого, конечно, не будем. Вот. Так вот. Что еще? Что еще? Что еще? Режим дипломатии. Режимов карты, кстати, очень много. Всяких разных. Протыкивать их все не буду. Самые основные это дипломатия и политика. Мой субъективный взгляд. Так вот. В окне провинции. Так. Ну, опять-таки, ты выбираешь, если юнита. Ты можешь дать ему приказ куда-нибудь потопать. Допустим, сюда. И подтвердить. Вот это дело. А теперь давай немножко о дипломатии. Все-таки надо поговорить. О дипочке. Можно объявлять войну. Можно вот альянс предложить. Даже вероятность успеха есть от всяких разных факторов. Как в какой-нибудь Европе. Или в утюгах. Что очень здорово. Улучшать отношения можно. И все такое прочее. А, и интересный момент. Сейчас я... Ой. Немножко не ориентируюсь еще пока в данной игрульке. Уж сорян. Всякие факторы. Также мнение и прочее. Есть ссылочка на Википедию. Правда, на английскую. К каждой нации. Такие дела. И даже, кстати, вот на личностей, которые встречаются, тоже есть ссылочка на Википедию. Ну, видишь, из-за косяков шрифта на русской локализации играть, ну, не очень хочется. Если есть базовые познания Ингуша, советую все-таки начать катать на Ингуша. Если вы хотите катать в данную игрульку, если не хотите, то, в принципе, разговаривать-то не о чем. Так, перейдем в окно провинции. Тут можно призыв проводить военный. Ну, давай пока не будем. Сейчас еще я не рассказал. Открыть бюджет. Это мы открывали с вами, смотрели. Можно проинвестировать технологические очки. Можно сделать прям сразу имбищу какую-нибудь по, допустим, росту населения. Давай на максимум. Допустим, вкачаем. Вкачаем что еще на максимум? Вкачаем. Содержание армии. Вкачаем на максимум. Вот такая супервоенная держава будет с дешевейшим содержанием армейским. Ну и, допустим, чуть-чуть дохода от налогов. Капельку. Вот так вот. Ну, а лучше, мне кажется, равномерно это дело распределять. А теперь уже давай, наверное, призывом займемся. Попризываем людей. Базово можно сколько-то призвать. И покажу, что из себя представляет режим конца хода. А, кстати, еще об окне провинции. Поподробнее. Внизу есть всякие разные параметры. Например, в Мюнхене население, темп развития, счастье. Да, вот счастье надо. Риск революции, стабильность, уровень разработки, экономика. Важные всякие факторы. И значение провинции по очкам военного счета. Вот так вот, можно сказать. Следующий ход. Допустим, нажмем. Можно еще призыв сделать? Можно. Видишь, можно еще людей призвать сюда. Давай призовем. Сколько-то. Пусть будет. Пусть будет. Причем. Немножко людей. Все, очки закончились. Что там такое? Скорбили итальянцы меня. Козлы. Ну, ладно. Мы с ним в одном альянсе стоим. Почему так? Почему так талинно-то? Ну вот, еще один к человек призвать. Еще сколько-то народу, еще сколько-то. Так, так. Ну, 63 чувака мало. Ладно, хватит. Здесь призыв один сделаю, еще дополнительный. И, допустим, допустим, вот... Ага, очководвижения нет. Ну, в следующем ходу еще один. Сделай, я хочу показать боевые действия. Просто... Поэтому еще один призыв сделаю и, думаю, хватит. Улучшение отношений от Дании. Багодач такой хочет со мной. Отношения поднимать... Пусть поднимает, как его душе угодно. И мне он не интересен пока. Вот. А об окне провинции еще немножко подробностей. Если ты вот так вот пикаешь больше, то можешь посмотреть, что можно поделать. Можно провести фестиваль, поднять счастье у людей. Можно ассимилировать культуры непризнанные. То есть... Корочку, может быть, получить национально. Инвестировать, инвестировать, проводить призыв, строить всякие разные полезные и не очень здания. Вот так вот. Сейчас дойдет армия моя, несметная, за пару ходов. И мы объявим войну Австрии. Посмотрим, как ведутся боевые действия. Открываем дипломатию. И говорим... Можно, кстати, ультиматум отправить, но надо отношения ухудшить. Достаточно. Давай нападем, потому что просто боевые действия я хочу показать. Союзников звать я не буду. Понятное дело, это Австрия. С Австрией, думаю, можно и без этого всего. Без этих церемоний обойтись. Просто даешь приказы и топаешь. Давай сюда. А вот этих чуваков на Инсбрук. Сюда, сюда. И... Давай сюда. Допустим. Следующий ход. И тут Камикадзе самоубийственную атаку об моих братюнь сделал. Вот такая вот симуляция боев. Типа, что... Он взял самоубийство. Ну, можно хард поставить. Я думаю, они будут более здраво мыслить, искусственный интеллект. Тут, по-моему, уровень сложности не такой, как у парадоксов, что тебе БДСМ какой-то навязывают, что у тебя куча лишений, а у противника куча бонусов имбалансных. Нет. Тут, вроде бы, искусственный интеллект повеселее действует. Потому что я предварительно запускал на ультра-харде. Там повеселее, конечно, дела. Со всем вот этим вот. Третий рейх победил, и мы оккупировали провинцию. То есть тут не надо долгие какие-то осады вести. Все такое прочее. Достаточно так вот просто поделать. Можно уже кем-то управлять, да? Можно. Хорошо. Да, вот, допустим, половину войск сюда. Сюда половину от половины. И остатки, допустим, сюда. Вот этих братьюнь сюда. Еще сгоняем сюда и сюда. Старияк пошел в самоубийственную атаку. Братья несмертная взяла вену. Ну, видишь, мои братьюни тоже пошли в самоубийственную атаку. Потому что разведка хромает. Так. Давай. Сюда тут, потому что они, видишь, будут ерундой всякой страдать. Разной. Давай попробуем так 50 на 50 закинуть. А тут сюда. Так. Давай сейчас вот как. А, нет, 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 нет. Как-то вот так вот этих, братиш. И вот этих сюда. Все. Вот так вот. Сейчас они отобьют какую-то пробочку, но это не суть. Это не суть, потому что мы взяли и всех замочили. Все. Австрияки, типа, улучшают отношения. Меня еще всякие саудиты оскорбляют. Но мне на них сугубо плевать, потому что я, мать ваш, третий рейх. Вот. Давай следующий ход сделаем. И австрияк предлагает мне перемирие. Мирные переговоры проведем. Вот, видишь, он в потере, в принципе, примерно равные у нас получаются. Давай мирные переговоры. Мирная конференция аналогична, в принципе, тому, что мы в утюгах видим. То есть, пикаешь, можешь потребовать вассоциализацию, репарации, еще что-нибудь такое. Но делать я этого, конечно, сейчас не буду. Просто отправлю необоснованные требования добровольно-принудительные аннексии. И все. И шпровки стали нашими. Гарантированно нашими. Такая вот незамысловатая в игре баёвочка. Так вот. Русификации много всяких шероховатостей и корявостей. И не только шрифтом дело ограничивается. Если вы зайдете в обучение и попробуете понять, что от вас там хотят, не, ну, интуитивно-то понятно. Додумать можно, но перевод все равно корявенький. Корявенький. Если, не знаю, если, допустим, играть будет, ну, допустим, младшего школьного возраста кто-то, да? Совсем. То, может быть, даже запутается. Так что перевод такой себе. А так, в принципе, додумать можно. Что от вас хотят. Вот как-то вот так вот. Ну, всё. В принципе, Блиц-обзор можно завершать. На этом отвечу на вопрос, стоит ли покупать данную игру или нет. Расскажу так, что для мобильного сегмента это прямо, как я и в начале обзора сказал, 11 из 10. Потому что, наверное, лучше вы глобалочку не найдёте под мобилки. Кто-то особо одарённый, прям такой, записывает игрульки компании Z-Tag в глобалочке. Но это совершенно не так. На мой взгляд, игрульки компании Z-Tag, они больше идут в сторону Total Wo. О, да, как бы забавно это не казалось. Только со спрайтовыми юнитами, без каких-то масштабных боёв. А так, в принципе, принцип очень похож. В принципе, принцип, да. Вот, именно так. На ПК же, если у вас идёт такая замечательная игра, как Европа Универсалис, или если идёт замечательная игра, такая, как Сердце Утюгов 4 и вот эти вот все парадоксовские игры, то, в принципе, если они у вас есть и жаба не душит, то играйте в них спокойно, проходите мимо. Если же у вас слабое ведро миллиард-летней давности, то, в принципе, это ваше спасение. Тут можно, кстати, и в современный сценарий погонять, что мы смотрели раньше, и создать свой собственный, и в таком королевстве минимализма, это королевство минимализма действительно вас просто спасёт. И поведает вам о интересном мире глобалочек. Вот, так вот. Если у вас нет желания играть в предыдущие игры, от парадокс, в старенькие, то можете попробовать Age of Civilizations 2. Ну, а игрокам мобилок, опять же говорю, наверное, всё-таки это must-have. Так вот. Вот. Ну, и отвечу на вопрос, буду ли я что-то тут по этой игре проходить, или играть в неё активно, я не знаю, честно. Если будет время, может быть. Если у вас будет желание посмотреть её. Но такое дело лучше стримить. А это надо время находить действительно, сновательно много. Посмотрим, может быть, если время найдём, то постримим это дело. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся с вами где-нибудь ещё. И помните, что всё самое интересное ещё впереди. Thank you, guys. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.